Машинно-аппаратурная схема линии производства замороженной рыбы и филе на рыболовном траулере. Холодильная техника широко применяется в производстве мясных и рыбных полуфабрикатов, обеспечивая сохранность этих продуктов при их транспортировке в другие регионы страны, находящиеся на удалении от традиционных регионов добычи рыбы. Камчатки, Приморского края, Балтийского, Баренцева и Охотского морей. Основными этапами производства замороженной рыбы являются приемка, мойка и сортировка рыбы-сырца, разделка, мойка, стекание и фасование рыбы и филе, замораживание и выгрузка блоков, упаковка и маркировка готовой продукции. При работе линии разделки и производства замороженной рыбы и филе свежевыловленную рыбу загружают в бункеры-аккумуляторы 1 для предварительного охлаждения. Затем рыба поступает на сортировочный конвейер 2, снабженный накопителями 3 и конвейером отходов 4. Дальнейшая переработка рыбы зависит от ее размеров и вида. Крупная рыба конвейером 5 подается на инспекционный конвейер 8 и без разделки перемещается в морозильный аппарат для крупной рыбы 25. Средняя и часть крупной рыбы конвейером 5 загружаются в бункер-накопитель 7. Машины для обезглавливания рыбы 9, снабженной бункером для отходов 6. Из машины 9 обезглавленная рыба перемещается в машину 10 для разделки рыбы на тушку. При разделке на тушку у обезглавленной рыбы удаляют киль брюшка, плавники, чешую внутренности, включая ястыки, икру и молоки. Тушки рыбы моют в машине 14 и укладывают на противни, которые с помощью системы конвейеров 16, 18 и 19 направляют в воздушный конвейерный морозильный аппарат 22. Комплекс оборудования для разделки рыбы на филе, входящий в состав линии, предназначен для филетирования трески, пикши, сайды и другой подобной по форме и размерам обезглавленной потрошенной или непотрошенной рыбы длиной 350-370 мм. Производительность комплекса составляет от 20 до 35 рыб в минуту. При работе комплекса рыбу из накопителей 3 с помощью конвейера 5 загружают в бункер накопитель 7. Из него рыба поступает к машине для обезглавливания рыбы 9. При обезглавливании у рыбы отрезается голова с плечевыми костями, при этом она удаляется с пучком внутренностей. Обезглавленную рыбу укладывают на операционный конвейер филетировочной машины 12. При разделке на филе тушки разрезаются ровным срезом на две продольные половинки вдоль позвоночника. Затем убираются позвоночные и реберные кости, отрезается киль брюшка. Полученные филеетчики поступают на конвейер шкуросъемной машины 13. При прохождении поворотных роликов филеетчики поворачиваются на 180 градусов, занимая необходимое положение для загрузки шкуросъемной машины. Обесшкуренное филе дозируют на порции, которые фасуют в блок формы, в противне, и с помощью системы конвейеров заполненные блок формы загружают в горизонтальный плиточный морозильный аппарат 17. Для переработки рыб немассовых видов в состав линии входит конвейер для ручной разделки рыбы 11, на которой рыба подается после обезглавливания в машине 9. Разделку выполняют для получения полупотрошенной, обезглавленной или тушки рыбы, которую пропускают через моечную машину 14, и фасуют порциями на противне. Заполненные продуктом противни с помощью системы конвейеров запускают в конвейерный морозильный аппарат 22. На выходе из морозильных аппаратов 20 выполняют выбивание замороженных блоков и филе. Эти блоки с помощью конвейеров 21 подаются в глазировочный аппарат 23, а из него на упаковку 24, и загружаются конвейером 26 в трюм. В состав линии входит также сборочный конвейер отходов 15, установка для вытапливания медицинского рыбьего жира 28 и пульт управления 27. Различают морозильные аппараты следующих основных типов. Воздушные – морозильные аппараты с интенсивным движением воздуха при простом обмывании воздухом или в кипящем слое. Контактные – морозильные аппараты, в которых продукт замораживается при непосредственном контакте с жидким холодильным агентом или хладоносителем. Иммерсионные – контактные – с охлаждающими твердыми поверхностями. Замораживание продукта на охлаждающих пластинах – многоплиточные морозильные аппараты. В морозильных аппаратах с интенсивным движением воздуха продукт замораживается в потоке холодного воздуха. Аппараты этого типа различаются между собой способом укладки продукта – в формах, в упаковке, поштучно, россыпью и т.д. А также конструктивным оформлением системы транспортировки продукта через морозильное отделение. Из аппаратов с интенсивным движением воздуха в особую группу выделены аппараты для замораживания продуктов в псевдокипящем слое методом флютизации. Их конструктивные особенности обусловлены методом замораживания. В аппаратах этой группы используют лотковые и сетчатые конвейеры. Многоплиточные морозильные аппараты – горизонтальные плиточные, вертикальные плиточные и роторные – имеют разное расположение плит и различаются способами загрузки продукта. Морозильный аппарат шкафного типа представляет собой камеру щитовой конструкции, изолированную пенопластом. В ней расположены два воздухоохладителя, состоящие из батарей с орибренными трубами. Под каждым воздухоохладителем установлен поддон для сбора и отвода талой воды. Между воздухоохладителями смонтирован стеллаж, состоящий из 10 направляющих полок, на которые загружают алюминиевые штампованные противни с рыбой. Размеры одинарных противней – 480х390х50 мм, двойных – 1020х390х50 мм. Двустворчатая дверь на передней стенке шкафа предназначена для загрузки и выгрузки противней с рыбой. Два люка для доступа к воздухоохладителям. Аппарат применяют на малых рыбоморозильных судах. Использование этих аппаратов ограничено из-за невысокой производительности и отсутствия устройств для механизированной загрузки и выгрузки. Производительность аппарата – 2 тонны в сутки. Площадь поверхности охлаждающих батарей воздухоохладителей – 100 квадратных метров. Роторный морозильный аппарат MAR-8AM состоит из ротора с морозильными секциями, разгрузочного устройства, взвешивающего и дозирующего устройств, конвейер для выгрузки блоков, гидро- и электроаппаратуры, а также насосной станции. На станине 4 роторного морозильного аппарата установлен заключенный в кожух 1 ротор, на котором размещены полый вал 2, блок форма 3 и кассеты 5. Загрузочный стол 6 обеспечивает поступление продукта на замораживание. Роторное расположение морозильных секций позволяет устанавливать их в любой позиции, что обеспечивает механизацию загрузки и выгрузки пищевых продуктов, и непрерывность процесса замораживания. Ротор собирается из ряда автономных морозильных секций, число которых определяет производительность аппарата. Замораживание продукта осуществляется в металлических рамках, разделенных на несколько ячеек. В каждую ячейку закладывают раскрой парафинированной пергаментной бумаги или полимерной пленки для замораживания крупных блоков, коробки или мешочки для замораживания продуктов мелкой фасовки. У рамки нет дна, поэтому продукт при замораживании находится в непосредственном двустороннем контакте с морозильными плитами. В процессе замораживания упаковочный материал не примерзает к рамкам и морозильным плитам, поэтому при выгрузке продуктов исключается их оттаивание. Рыборазделочная машина ИРА-103М предназначена для разделки сельди, ставриды, скумбрии и сардинеллы при производстве пресервов, соленой и мороженой продукции. На машине осуществляются следующие технологические операции. Отрезается прямым резом голова, удаляются внутренности и остатки внутренностей без вскрытия брюшка гидроструей. Машина состоит из следующих основных узлов. Станины 1, внутри которой размещены все механизмы. Операционного конвейера 13 с лотками 8, конвейера сопровождения голов 9, ограничительной планки 15 для фиксации голов под экономичный рез, ножевого механизма 10 с индивидуальным приводом, гидроголовки 14 с 12 насадками, привода операционного конвейера 2, привода 5 узла до зачистки внутренностей 3, лотков отвода голов 4 и 11, поддона 6. Рыбу вручную загружают в лотки 8 операционного конвейера 13. При этом голова располагается на конвейере сопровождения голов 9, с упором в ограничительную планку 15, брюшком в сторону движения конвейера. Положение ограничительной планки 15 регулируется и обеспечивает экономичный рез голов. Операционным конвейером рыба подается к ножевому механизму 10, где головы отрезаются вращающимися дисковым ножом. Лотки 11,4 выводят головы из машины. Дно лотка 8 операционного конвейера 13 имеет подвижную часть, прижимную призму 17, укрепленную на штоках 18 с упорами. Штоки имеют ролики 19, которые обкатываются по копирам 7. После отрезания головы ролики сходят с копиров. Прижимная призма 17 лотка 8 под воздействием пружины 16 поднимается и прижимает рыбу к поверхности направляющей 12. Вместе со штоком поднимается жестко закрепленный на нем упор 20, который фиксирует толщину находящейся в кассете рыбы, при этом происходит автоматическая настройка гидронасадки 21. Упор 20 в зависимости от толщины рыбы занимает определенное положение по высоте, и входящий с ним в контакт рычаг 26 выполняет роль обмерного устройства. Пружина 22 обеспечивает прижатие рычага 26 к упору 20, благодаря чему гидронасадка 21 при любой толщине рыбы перемещается до положения соответствующего положению продольной оси тушки рыбы. На поворотном участке конвейера после совмещения оси гидронасадки и обрабатываемой тушки происходит совмещение отверстий барабана 25, гидроголовки спазм 23, распределительного устройства 24. В гидронасадку 21 поступает вода, и под ее напором внутренности удаляются. Если дополнительно требуется удалить почки, насадку 21 устанавливают под некоторым углом хребтовой кости. В случае неполного удаления внутренностей при зависании их на прямой кишке, дозачистка производится вращающимися валиками 27 и 28 узла дозачистки. Обработанная тушка перемещается лотками конвейера по поддону 6 и выносится из машины. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.